Новости столицы в эфире. С вами Ларьяна Шумхалаева. Здравствуйте. Все основные события Махачкалинской недели смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. Собиратели земли Махачкалинская мэрия столицы продолжает возвращать в собственность города незаконно распределенные участки. Говорящая скамейка. На центральной площади столицы установлена лавочка, которая приветствует людей и желает приятного отдыха. Юбилейный марафет. Улицы, скверы и парки города готовят к предстоящему юбилею. Власти Махачкалы продолжают успешную работу по возвращению в городскую собственность незаконно выведенных земель. Так, администрация города совместно с прокуратурой обратилась в Ленинский районный суд столицы с исковым заявлением о возврате в муниципальную собственность земельных участков общей площадью 10 тысяч квадратных метров, расположенных в районе озера Акгель. Суд заочным решением удовлетворил исковые заявления. Мэр города Салман Дадаев подписал постановление о придании озеру Акгель и прилегающей прибрежной территории статуса особо охраняемой. Вернули в муниципальную собственность и 600 квадратных метров земли по проспекту Акушинского между 7 и 8 линиями. Один из жителей города по подложным документам зарегистрировал право собственности на указанную землю, что послужило основанием для обращения в суд. Требования городской администрации удовлетворены. После оформления права устанавливающих документов на указанном земельном участке за мэрией города нами планируется строительство еще одного общественного пространства, где жители указанного микрорайона смогут проводить свое свободное время, как это уже было реализовано на двух отсуженных земельных участках, расположенных на территории проспекта Акушинского. Работа в данном направлении будет продолжена. Более 50 квадратных метров вместо положенных 30. 150 новых квартир для детей-сирот осмотрел мэр города Салман Дадаев совместно с заместителем прокурора Дагестана Глебом Михайловым. В ходе комиссионного обхода мэр города пояснил, что жилье между сиротами будет распределено с помощью жеребьевки. Инспекция проверила все помещения на предмет необходимого ремонта. Представитель строительной компании заверил, что в течение года любой изъян, выявленный в жилых помещениях, будет устранен силами строительной компании. У нас два земельных участка есть и очень важно, эта школа на 400 мест по левую сторону, когда мы в Ленинген едем, по левой стороне, там земельный участок зарегистрирован. Если возможно, как это самое, тоже предложение, первоочередной порядок включить строительство этой школы. Какую-нибудь маленькую справочку, это озвучить и нам скиньте на электронку, что мы добавили, это вот, которое вы сейчас озвучили, моменты. Как раз таки, получается, мы предполагаем, что через несколько лет эти сервисы создадут семьи, у них появятся дети, и этим детям надо будет как раз подойти. У нас все зарезервировано, земли зарезервированы, заявки поданы, вот если тоже будет со стороны... Да не только их дети, вообще дом тоже, наши же дети. Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса открыли в Махачкале на двух локациях, по улице Малыгина 39 и по улице Коркмасова у входа в сквер Фазуалиевой. До шести вечера, 25 сентября включительно, здесь принимают теплую одежду, средства гигиены и нескоро портящиеся продукты питания. В городской администрации считают, что празднование дня рождения столицы не только повод для поздравлений, но и время заботы о близких. Гуманитарную помощь также собирают для наших солдат, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины. Сейчас, как никогда, важно объединиться вокруг нашего президента, наших соотечественников, которым необходима наша поддержка, и мы ее окажем. Вы знаете, что мы проводим ряд мероприятий ко дню города Махачкалы. Мэром Махачкалы принято решение все средства, вырученные в ходе фестиваля «Золотая осень», направить на приобретение гуманитарной помощи. 26 и 27 сентября гуманитарный конвой отправится из Махачкалы в Донбасс. К 165-летию Махачкалы на площади имени Ленина прошел слет общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Участие в нем приняли порядка трех тысяч взрослых и детей. Также в рамках мероприятия прошла торжественная линейка, на которой более 600 учащихся были приняты в ряды движения. Отметим, что это самый масштабный прием в России в рамках одного муниципалитета. Столица Дагестана готовится к празднованию 165-летия со дня основания. Свыше 200 транспарантов в честь дня рождения Махачкалы украсили центральные улицы города. Тематические баннеры, светодиодные консоли появятся и в других локациях, в том числе и на оживленных проспектах и скверах. Махачкала готовится к объявлению мероприятий. И, конечно, в создании праздничной атмосферы важную роль играет оформление города. Управлением торговли и наружной рекламы города, согласно утвержденному мэру Махачкалы Салману Давыну Брэндбуку, завершается мероприятие по оформлению территории города. Праздничные баннера, растяжки, флаги вы можете увидеть как на рекламных счетах, так и на садеодных экранах, так и на городском пассажирском транспорте. Мы приложили все усилия, чтобы праздник ощущался не только на тех локациях, где проходят мероприятия, но и во всем городе. Говорящая скамейка появилась в Махачкале и ее установили на центральной площади столицы. Конструкция за раз выдержит лишь трех человек, сиденья и спинка обиты мягким покрытием. В закрытом виде она представляет собой рекламный щит, а при открытии приветствует жителей столицы, ее гостей и желает приятного отдыха. Дорогие махачкалинцы и гости столицы, приятного вам отдыха. Идея необычного подарка Махачкале возникла у депутата городского собрания Тимура Алиева. И эта скамейка будет не единственной. В ближайшее время такая же появится еще в одном районе города. Хотели сделать подарок однюю городу и что-то необычное. Мы, честно говоря, в интернете смотрели аналогов в России, да и в мире мы не нашли, честно говоря. Надеюсь, эта скамейка станет центром притяжения и достопримечательностью нашего города. Также хочу обратиться к нашим горожанам, чтобы бережно относились к городскому имуществу, убранству и так далее. Потому что это стоит очень больших затрат. И чем бережнее вы будете относиться к ним, тем дольше они прослужат именно вам. 50 рабочих, 7 единиц спецтехники и несколько КАМАЗов. На улицах Махачкалы проходит санитарная очистка. В преддверии празднования Дня города работники МБУ Махачкала-1 вымыли центральные улицы столицы. Батырая, Держинского и Нурадилова. Специалисты очистили также тротуарную часть на проспекте Расула Гамзатова. Администрация города обращается к работникам рынков с просьбой не выбрасывать поддоны, коробки, бытовой мусор на проезжую часть. Так как они не только ухудшают санитарное состояние столицы, но и приводят к засору ливневок. Сегодня в преддверии 165-летия Махачкалы администрация города и МБУ Махачкала-1 принимает все меры, чтобы городе было чисто, достаточно, интересно, чтобы наши горожане чувствовали себя комфортно. Вместе с тем есть масса проблем, которые нас беспокоят. Это экологическая культура нашего населения, духовная культура. Она где-то у нас связана с правильностью организации наших лошадок, контейнерных лошадок, где мы складируем мусор. Сегодня я буду говорить о втором рынке, где большее количество нашего населения общается. Но здесь проблем много. Первая проблема, которая поступает сюда, это лица, которые занимаются торговлей. Вокруг рынка образуется второй рынок, кольцо, которое не дает привести соответствия нашим нормативам, чистоту и сохранить так, чтобы наши гости-старицы чувствовали себя тоже здесь уютно, достаточно. Город красивый, достаточный. Формат мероприятий, приуроченных к 165-летию Махачкалы, изменился. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале Салман Дадаев. Вместо молодежного фестиваля пройдет концерт-акция в поддержку курса президента и Вооруженных сил России. Более подробно об этом рассказал начальник управления культуры города Фарид Абалаев. Готовность у нас практически максимальная, но сегодня мы переговорили с главой города, им даны были поручения немножко пересмотреть формат нашего концерта, его масштабы. И это связано с тем, чтобы сэкономить какие-то ресурсы и направить их в фонд наших солдат, участвующих в СВО, в специальной военной операции на Украине. В связи с этим мы приняли решение сократить пиротехническое шоу до минимальных размеров, необходимых для сценарного завершения программы. В целом у нас все идет нормально. Мы сократили количество гостей, приезжающих к нам. Ну, сохранили, конечно, самых главных наших гостей. Это дважды краснознаменный ансамбль песни и пляски российской армии. У них прекрасная патриотическая тематика, которую полезно будет послушать нашим горожанам и гостям столицы. Более того, четыре народных артиста в составе этого ансамбля приедут к нам. Ну и, конечно, мы очень готовились к пиротехническому шоу, но сейчас действительно, правильно сказал глава города, не время. Поэтому есть небольшое, как бы, составляющее самого концерта, его финал. Мы ее сохраним, а в остальном мы секвестируем эту историю с целью высвобожденной финансы направить фонд наших солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине. Это все, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До следующей встречи в эфире.